всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале все в жизни связано и сегодня в моем видео уроке я покажу как вязать вот такую панаму из натуральной эрафии испи которая надежно защитит вас от жары и от солнца и в то же время будет очень легкой очень проветриваемой продуваемой которая не парит и при при всем при этом еще и подчеркнет вашу женственность и вашу красоту значит как я уже рассказала ранее я вязала ее из рафии испи вот такая вот китайская рафия испи в которой вот такой бобинки 250 метров метраж здесь и вязать для что понадобится нам для вязания этой панамы значит крючок номер три маркер для для обозначения начала ряда но соответственно рафия девочки кто нас украины и не знает где кто первый раз может быть вяжет не знает где купить такую рафию у нас есть прекрасный интернет-магазин рафия киев набираете и там у них много цветов оттенка всевозможных и заказываете так кроме этого нам понадобится еще в наконец панамы для укрепления края регелин вот такой вот термоусадочная трубочка для того чтобы края регелина соединить вместе ножнички и зажигалка для того чтобы не спаять термоусадочную трубку вот пожалуй и все сложностей никаких в этом видео уроке я думаю нет там практически по рядное пошагово я вам расскажу все как это вяжется значит панама у меня вышла на размер 55 57 все зависит от того какой крючок и какая плотность у вас при вязании если вяжете потуже размер будет поменьше если вяжете по свободнее размер будет побольше еще учтите тот момент что когда вы в конце вязания будете панаму свою отпаривать она еще слегка разойдется так что чтобы не получилось она потом велика на вас вот значит все по материалам сказала что нужно будет и можно принципе приступать к вязанию вяжется она быстро легко и если уже вяжешь вторую или третью панаму то за 3-4 часа спокойно ее можно связать если вяжется первый раз но немножко дольше займет времени все приступаем к работе приятного всем вязание и ровных всем петелек и так приступаем к вязанию панамы значит девочки некоторые рафию перед вязанием распаривают некоторые вяжут так как она есть а я больше всего люблю ее разворачивать и так раскручивать и тогда она полностью раскрытые петельки получаются объемные красивые и воздушные значит начинаем вязать панамам и с вывязыванию круга значит мы обычным способом делаем кольцо амигуруми и в провязываем 6 столбиков без накида 1 2 крючок у меня троечка 3 4 5 6 6 6 теперь стягиваем наше кольцо таким образом и и соединяем и его соединительной петлей вот таким образом под 1 под первую косичку так это у нас начало нашего круга значит вот здесь отмечаем маркером начало ряда чтобы нам потом контролировать количество правильное количество связанных петель так теперь мы в каждом ряду при вязании круга будем увеличивать количество петель на 6 значит в первом ряду мы провязали с вами 6 петель значит во втором ряду у нас должно быть 12 мы под первые вот под две душечки под первую петлю одновременно не забывайте вот этот хвостик увязывать чтобы он у нас не болтался и не пришлось его потом прятать мы в под первую петлю провязываем 2 столбика без накида 1 2 под следующую тоже 2 то есть в этом ряду мы удваиваем количество петель 1 2 чтобы вязание выглядело аккуратным нам нужно первую петлю которая находится вот сразу на крючке не вытягивать сильно она должна быть умеренная а вторую петлю мы вот так вытягиваем и сравниваем по длине с первой и тогда у нас столбики получаются пышными вот такими вот так под следующую тоже два столбика это у нас будет уже три четыре дальше 5 6 6 так до конца ряда удваиваем петли вот я провязала 12 столбиков вот у меня спряталась с обратной стороны и наши нить которую мы набирали ее нам дальше не придется прятать так теперь переставляем маркер и дальше мы будем вязать по кругу без соединительных рядов по спирали представляем маркер последнюю петлю предыдущего ряда и дальше мы будем с вами делать прибавки через одну петлю то есть первую петлю мы вяжем без прибавки следующие под одну петлю провязываем 2 столбика без накида с прибавкой 12 снова следующий столбик одиночный или одинарный следующие с прибавкой 12 значит если у нас первом ряду было 6 петель во втором ряду 12 то в третьем у нас плюс 6 будет вас должно быть 18 столбиков снова одинарный и снова с прибавкой в конце ряда перепроверяйте столбики свои чтобы не что круг у нас не нарушился одинарный двойной так до конца ряда вот у нас третий ряд провязан 18 петель в 18 столбиков вяжу параллельная и спицами и крючком поэтому постоянно сбиваюсь где столбики где петли уже прошу прошу меня простить так переставили маркер дальше следующем ряду в четвертом у нас с вами должно должны прибавки идти через два столбика значит а мы еще один нюанс при прибавки мы будем с вами разбрасывать по кругу чтобы они не находились непосредственно над предыдущей прибавкой потому что тогда у нас получится не круг а многоугольник значит где мы в прошлом ряду делали прибавку значит там мы будем вязать одинарные столбики а надо нет а над одинарным мы будем делать прибавку так значит здесь мы начинаем с вами с одного одинарного столбика 1 дальше мы делаем прибавку 1 и 2 дальше у нас идут два одинарных столбика 1 и 2 дальше прибавка 1 и 2 дальше снова 2 одинарных столбика 1 и 2 так вяжем до конца ряда и так начинали мы наш ряд одним одинарным столбиком и заканчиваем мы его тоже одним одинарным столбиком и в итоге у нас получились два одинарных столбика между двумя прибавками все как положено это был у нас четвертый ряд и в четвертом ряду должно быть двадцать четыре столбика кто вяжет первый раз или кто неопытный еще старайтесь петли пересчитывать чтобы круг получился правильный переставляем маркер и приступаем к вязанию пятого ряда в пятом ряду у нас должно в общей сложности получится 30 столбиков без накида прибавки мы будем делать через три столбика начинаем ряд с трех одинарных столбиков без накида 1 2 3 дальше у нас идет прибавка это два столбика в одну петлю снова три одинарных столбика 1 2 3 прибавка 2 петли 2 2 столбика в одну петлю и так продолжаем до конца ряда мы начинали с вами ряд с трех одинарных столбиков значит закончить мы его должны прибавкой и так закончили мы пятый ряд прибавкой переставляем маркер и в шестом ряду у нас должно быть тридцать шесть столбиков в итоге получится и прибавки мы с вами будем делать через 4 петли значит ищем где у нас была прибавка предыдущем ряду вот она значит над ней мы прибавку делать не должны значит мы ее должны провязывать обычными столбиками без прибавок значит чтобы она у нас находилась в центре мы значит должны ее вот через 4 столбика мы должны отсчитать 1 2 3 4 вот здесь мы да у нас должны быть одинарные столбики значит в этой петле мы должны провязать прибавку значит начинаем мы наш ряд с 1 с одинарного столбика без накида 1 дальше делаем при бабочку 12 и 4 одинарных столбика 1234 таким образом у нас прибавки в рядах разбрасывается в разных направлениях и у нас за счет этого получается круг а не многоугольник так дальше снова у нас идет прибавка и дальше снова 4 одинарных столбика по итогу я уже сказала должно получиться тридцать шесть столбиков в конце ряда вяжем так еще один нюанс мы начали с одного столбика одинарного значит закончить варят должны тремя одинарными столбиками все довязываем этот ряд самостоятельно и так шестой ряд довязали переходим к седьмому ряду седьмом ряду мы будем прибавки делать через пять петель и начинаем вязать с 5 одиночных столбиков 1 2 3 4 5 дальше идет прибавка 1 2 итак чередуем 5 столбиков без накида с прибавкой в конце ряда у нас должно получиться 42 42 столбика продолжаем вязать самостоятельно начинали мы ряд с одинарных столбиков заканчиваем прибавкой так 7 ряд провязан 8 ряд прибавки у нас будут через 6 одинарных столбиков и всего будет у нас по периметру 48 столбиков начинаем ряд с двух одинарных столбиков 12 дальше у нас идет прибавка 12 и дальше у 6 одинарных столбиков прибавка 6 одинарных прибавка и так далее и заканчиваем четырьмя одинарными столбиками вяжем 8 ряд самостоятельно 9 ряд прибавки делаем через 7 столбиков начинаем ряд 7 одинарных столбиков без накида 2 3 4 5 6 7 далее провязываем прибавку и снова 7 одинарных прибавка и так до конца ряда заканчиваем этот ряд прибавкой вяжем самостоятельно 9 ряд и так 10 ряд прибавки будем делать через 8 столбиков начинаем ряд с тремя с 3 одинарных столбиков 2 и прибавка и дальше и дальше 8 одинарных прибавка 8 одинарных прибавка и так далее заканчиваем наш ряд 5 одинарными столбиками вяжем 10 ряд самостоятельно 11 ряд прибавки будем делать через девять столбиков без накида и начинаем ряд с одинарных столбиков в количестве 9 штук 2 3 4 5 6 7 8 9 дальше прибавка 1 1 сюда же 2 продолжаем чередовать самостоятельно заканчиваем этот ряд прибавкой и так приступаем к двенадцатому ряду двенадцатом ряду прибавки делаем через 10 столбиков начинаем ряд мы с 4 одинарных столбиков без накида 1 2 3 4 дальше делаем прибавку 1 сюда же 2 и дальше вяжем 10 одинарных прибавка 10 одинарных прибавка и так далее и заканчиваем шестью одинарными столбиками без накида 12 ряд вяжем самостоятельно так 13 ряд провязываем через 11 прибавки точнее делаем через 11 столбиков без накида и начинаем ряд именно с 11 столбиков потом делаем прибавку снова 11 столбиков прибавка и заканчиваем этот ряд прибавкой вяжем самостоятельно прибавки делаем через 11 столбиков и так 13 ряд мы провязали а 14 ряд внимание вяжем без прибавок просто провязываем по кругу столбиками без накида без прибавок весь 14 ряд вяжем самостоятельно и так провязали мы 14 ряд без прибавок и теперь нам нужно провязать 15 ряд где прибавки у нас будут через 12 столбиков без накида начинаем мы начинаем ряд с 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 теперь делаем прибавку 12 и дальше 12 столбиков прибавка 12 столбиков прибавка и заканчиваем ряд семью столбиками без прибавки провязали мы 15 ряд и на этом мы закончили вывязывать донышко для нашей панамы вот такое оно получилось видите за счет того ряда предыдущего 14 что мы провязывали без прибавок оно получилось у нас уже слегка начало закруглять свои края к туль и все донышко наши готового можно приступать к следующей части вязания нашей панамы теперь переходим к вязанию туль и здесь вообще все просто здесь мы по кругу по спирали вяжем столбиками без накида где-то приблизительно 15-17 рядов или 8 9 сантиметров кому какая глубина больше удобно и больше комфортно значит провязываем обычными столбиками без накида без всяких прибавок без ничего сказанное мной количество рядов или сантиметров и потом уже с вами встретимся на вывязывании полей и так я провязала 15 рядов и у меня высота тульи оказалась достаточной девочки все зависит от плотности вязания как вы вяжете от вида рафии от номера крючка и так далее поэтому все меряем значит мне оказалось достаточно 15 рядов я померила на себя и можно уже переходить к увязыванию полей значит поля мы будем ввязывать немножко другим узором тоже столбиками но только с одним накидом значит как у нас будут происходить прибавки в панаме точно так же как мы вязали круг по 6 прибавок в ряду у нас будет в панаме в полях значит начинаем мы первый ряд полей с 13 столбиков плюс прибавка точнее прибавки делаем через 13 столбиков только теперь столбики у нас идут с накидом и так считаем 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 и 13 так 13 столбиков провязали и теперь делаем прибавку в одну петлю 2 столбика провязываем с накидом 1 и сюда же 2 все так весь этот первый ряд вяжем самостоятельно до конца ряда первый ряд провязан во втором ряду мы будем делать прибавки через 14 столбиков и начинаем мы ряд с 6 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 и 6 дальше делаем прибавку и сюда же еще одну и дальше вяжем 14 столбиков прибавка 14 прибавка и так далее заканчиваем мы с вами начинали с 6 заканчиваем 8 столбиками дальше вяжем второй ряд самостоятельно так второй ряд полей у нас связан мы приступаем к третьему ряду третьем ряду мы прибавки делаем через 15 столбиков без накида начинаем мы ряд 15 столбиками без накида затем делаем прибавку и так чередуем до конца ряда вяжем самостоятельно и так четвертый ряд мы будем делать прибавки через 16 столбиков а начинаем мы ряд семью столбиками с накидом 1 2 2 3 4 5 6 6 и 7 теперь прибавка 1 столбик и сюда же второй и дальше до конца ряда чередуем прибавки 16 столбиков без накида заканчиваем ряд 9 столбиками простите 16 столбиков с накидом прибавка 16 столбиков с накидом прибавка и заканчиваем 9 столбиками с накидом продолжаем 4 ряд вязать самостоятельно переходим к вязанию пятого ряда полей и прибавки в пятом ряду делаем через 17 столбиков и начинаем вязать из одиночных 17 столбиков с накидом дальше делаем прибавку и так чередуем до конца пятого ряда вяжем самостоятельно итак мы связали уже с вами 5 рядов полей нашей шляпы и мы уже переходим к завершить завершающему этапу нам осталось связать два ряда значит один ряд мы с вами провязываем точно также с прибавками но только уже не столбики с накидом а столбиками без накида значит прибавки будем делать через 18 столбиков и начинаем вязание с 9 одинарных столбиков без накида видите начала сама вязать с накидом без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дальше делаем прибавку 2 столбика в одну петлю и дальше самостоятельно чередуем прибавки через 18 столбиков уже без накида так вяжем самостоятельно до конца этого шестого ряда но все у нас остался осталось провязать последний седьмой ряд полей и его мы должны с вами укрепить ригелином для того чтобы форма панамы форма полей была статичная и красивая значит чтобы не фолдили края чтобы не провисали она должна быть красивая и прямая значит у меня я ригелин разрезал у меня был широкий я разрезал у меня был на четыре лески разрезала его пополам и оставила вот такую вот полосу на две лесочки значит девочки у кого ригелин бывает белого и черного цвета значит для светлых оттенков рафии желательно брать белый для темных темный значит у как кто вяжет кто не разворачивает вот таким образом рафию а просто отпаривает и у кого столбики получаются недостаточно пышные то рекомендую для перед тем как обвязывать ригелин обвернуть его цвет в тот цвет рафии которым вы вяжете вот таким образом обвернуть полностью ригелин и тогда уже начинать ввязывать я этого не делаю потому что я во-первых разворачиваю рафию во вторых я вижу свободные столбики получаются пышные и он прячется у меня его практически совершенно незаметно а вот значит в ригелин мы связываем самым обычным способом обычными столбиками без накида и в этом ряду мы уже никаких прибавок с вами не делаем просто провязываем в каждую предыдущую в каждую петлю предыдущего ряда 1 столбик без накида только стараемся разравнивать рафию так и делать вот вот такой столбиком пышные для того чтобы он вот так ложился красиво и закрывал с собой ригелин вот разворачиваем для следующего столбика рафию и точно так же протягиваем и вот такой вот он у нас получается пышный и провязываем и таким образом провязываем до конца ряда здесь могут оставили кусок провязываем до конца ряда и место соединения как соединить ригелин я вам дальше покажу вот я немного провязала чтобы показать вам видите мне не виден он не с одной не с другом не с обратной стороны вот так выглядит обвязка продолжаем вот я почти обвязала вот у меня начало было с этой стороны обвязывала и вот здесь конец значит нам нужно сейчас лишнее обрезать значит что мы делаем нужно аккуратно вот так по краю потянуть и разровнять ригелин вот так чтобы он на все петельки распределился вот и учитывать еще что мы не довязали а вот эту часть тоже вот так вот и примерно внахлёст немножечко вот так пусть будет внахлёст обрезаем лишний так и теперь нам нужно при помощи вот такой термоусадочной трубочки обычно его ее либо под цвет ригелина подбирают либо она бывает прозрачная значит я отрезаю так сантиметра наверное два с половиной три и вставляю края ригелина в эту трубочку значит с одной стороны и вот так внахлёст с другой стороны и вот ригелин разравниваю уточнение гилина в термоусадочную посредине перехлёстнутых теперь вот эту часть как бы тоже вот так ровняем и что нам нужно делать при помощи зажигалки нужно эту трубочку при помощи нагрева она сузится и зажмёт края ригелина аккуратно это делаем чтобы не поджечь рафию вот так постепенно сжимается термоусадочная трубка можно ей так вот помочь пальцами вот так она зажала наш ригелин и он уже у нас не выскочит разворачиваем наше вязание и довязываем до конца делаем обвязку до конца итак наша панама практически готова для того чтобы у нее был красивый завершенный вид нам нужно еще сделать обвязку соединительными петлями по краю шляпы просто вот так обычными соединительными петельками одинакового размера обвязываем край шляпы вот так вот такой у нас будет край все продолжаем самостоятельно обвязывать вот и все вот наша панама готова вот таким образом она выглядит осталось обрезать нить спрятать кончик и отпарить ее хорошенько ее отпарить и все и можно надевать и она защитит вас от палящего летнего солнца значит сегодняшний видео урок подошел к концу кому он понравился подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и не забудьте нажать колокольчик потому что впереди будут другие модели шляп и разные модели летних сумочек из рафии потому что сезон еще только начался а на сегодня у меня все всем пока